Совсем недавно произошло одно событие, которое я никак не могу обойти стороной и обязательно должен коснуться этого вопроса. Дело в том, что некоторое время назад, не совсем недавно, Вашингтон-Пост опубликовал интервью с Мохаммад бен Салманом, кроме принца Саудовской Аравии, наследным принцем Саудовской Аравии. Вот это интервью Вашингтон-Пост. И в конце этого интервью журналисты спросили Мохаммада бен Салмана о поддержке ваххабизма. Вот это вот отрывок в конце интервью. Вот этот вот отрывок в конце интервью. Его спросили о поддержке ваххабизма, спросили о том, почему ваххабизм поддерживается Саудовской Аравией, на что Мохаммад бен Салман ответил весьма примечательно. Мохаммад бен Салман сказал, что поддержка мечетей, финансирование мечетей и мадресе за пределами страны, за границей, было осуществлено по просьбе союзников во время Холодной войны. То есть союзники Саудовской Аравии попросили властей Саудовской Аравии поддерживать ваххабизм, распространять ваххабизм по всему миру во время, это было сделано во время Холодной войны, то есть во время Холодной войны попросили. Зачем? Он говорит, чтобы поддерживать мусульманские страны в борьбе с Советским Союзом. То есть другими словами, Мохаммад бен Салман открыто говорит о том, что они строили мечети, строили мадресе, финансировали мечети, финансировали мадресе по всему миру по просьбе Запада, по просьбе американцев, по просьбе западных стран, союзников. Что за союзники? Какие союзники могли быть во время Холодной войны? Конечно же, Америка и Запад. То есть, уважаемые друзья, конечно, это не является для нас чем-то откровением, чем-то новым. Слава Богу, мы наделены достаточным умом и пониманием, чтобы делать выводы о ваххабизме и салафизме без вот таких заявлений. Это не было никогда секретом, и это не является каким-то новым сообщением, новостью и откровением для нас. Но знаменательно это тем, что власти – это кромпринц, это не последний человек, и даже более того, это первый человек Саудасской Аравии. Человек, который прекрасно знает о том, зачем они это делали, и когда они это делали, как они это делали, и для чего они это делали, и для кого, самое главное, они это делали. То есть, распространяли ваххабизм. Он официально, открыто признает, признает, что распространение ваххабизма происходило деньгами саудовских принцев, саудовских властей, которые строили мечети по всему миру, строили и мадресе салафитские, и ваххабитские по всему миру. Но по просьбе американцев, мы это всегда знали, мы это всегда утверждали, и мы это всегда утверждили, что ваххабизм, салафизм, это не ислам пророка Мухаммада, это не ислам Корана. Салафизм, ваххабизм, это ислам Таута, это ислам шайтана, это ислам дьявола, это ислам американский, это ислам западный, это ислам либеральный. либеральный в том значении, что этот ислам действует в интересах именно либеральных сил, западных сил, американских сил, сил мирового капитализма и всех остальных темных сил, которые вообще существуют, это было очевидно, это было очевидно всегда, это было как 2-4, и не было никакой необходимости для понимания данного вопроса в таких заявлениях Мухаммад ибн Салман, но есть люди с очень примитивным мышлением, к сожалению, я несколько лет назад говорил, что относительно одного ученого сказал, что он работает на Запад и действует в интересах Запада, является шпионом Запада, если хотите, и тогда на меня набросились некоторые люди и просили, требовали доказательств, и когда я пытался объяснить им, на чем основаны мои выводы, они говорили, ну ты же не видел, чтобы они передавали ему деньги, то есть какие-то спецслужбы передавали деньги этому ученому и просили его делать то, что он делает. То есть это самое примитивное мышление, примитивнейшее мышление, я не знаю, в каких секретных структурах такие методы работают сейчас, и вообще, когда такие технологии в секретных структурах вообще применялись, это вообще какой век, это неизвестно, это может быть вообще до нашей эры с трудом можно представить даже, чтобы такие грубые какие-то вот такие вот абсолютно нерабочие какие-то технологии и методы применялись. Сегодня тем более это работает совсем не так, абсолютно не так. То есть если вы хотите какого-то человека использовать в своих интересах, вы хотите каких-то людей, какую-то группу людей, которые могли бы действовать в ваших интересах, вы вместо того, чтобы уговаривать каких-то людей платить им, подстраивать их под свои цели, вы уже находите людей, которые уже находятся на этой стадии, то есть они уже занимаются тем, что помогает вам действовать в ваших интересах и просто берете этих людей, поддерживаете, не нужно с ними договариваться, не нужно с ними встречаться, не нужно им даже деньги платить, просто открываете им дорогу, открываете им путь, помогаете им дальше продвигаться в своих интересах, в своих целях. И ваххабиты конечно же это самые злейшие враги, салафиты это самые злейшие враги мусульман, это самые злейшие враги мусульманского мира и мусульманской религии, и всегда они таковыми были, это самые кровожадные убийцы мусульман, они всегда таковыми были, они возникли с такой целью, с целью убивать мусульман, кого они в Османской империи убивали? Неверных, может буддистов убивали, нет, они убивали мусульман и всегда это так было и поэтому конечно же западный мир западные страны в том числе америка всегда видели интерес всегда видели интерес в том чтобы поддерживать поддерживать вот это движение конечно же то что говорит мухаммад ибрин салман это абсолютно соответствует характеру поведения ваххабизма характеру поведения салафизма и интересам запада и было бы очень глупо со стороны запада не использовать этих марионеток я имею до саудовских властей в распространении ваххабизма распространение салафизма и поэтому очень интересно мне каково каково вам салафиты каково вам ваххабиты чувствовать себя марионетками запада каково себя чувствовать приверженцами американского ислама какого чувствовать что ваша религия распространилась по просьбе американцев каково это как вы себя чувствуете получайте наслаждение от этого